Места происшествия Места происшествия В жилом доме на улице Симферопольской Подробности рассказали в управлении МЧС края Вызов на тушение огня спасателям поступил 5 апреля в 12.16 Спустя 6 минут они были на месте Горела квартира на 9 этаже Огонь распространился на площади 70 квадратных метров В доме находились 40 человек Их эвакуировали в 12.52 Пожарные полностью потушили пламя Никто не погиб, а вот без пострадавших не обошлось Одному человеку потребовалась медицинская помощь По факту пожара проводится проверка На тушение выезжали 28 огнеборцев и 10 единиц техники Был пострадавшим, а стал обвиняемым Вот такая метаморфоза буквально за несколько дней Произошла в жизни 40-летнего краснодарца В Приморско-Ахтарском районе в отношении него Следователи возбудили уголовное дело О заведомо ложном доносе Мужчина работал торговым представителем одной из краснодарских фирм Обратился в полицию с заявлением, что на него напали Якобы вез выручку в офис Остановил машину на одной из проселочных дорог И ненадолго вышел Рядом притормозил автомобиль Из которого выскочили четверо злодеев Угрожая расправой, они забрали 60 тысяч рублей и уехали На место происшествия Прибыла следственная оперативная группа В районе был объявлен план перехват Однако в ходе проведения проверки информация о нападении не подтвердилась Установлено, что 40-летний мужчина, заранее предупрежденный об уголовной ответственности За дачу заведомо ложных показаний Намеренно сообщил недостоверные сведения Чтобы скрыть совершенное им правонарушение Оказалось, что он присвоил вверенные ему денежные средства И потратил их на личные нужды Мужчина вернул деньги работодателям Претензий к нему у них больше нет Но работу он все равно потерял Его уволили Теперь краснодарцу предстоит ответить за то, что морочил голову оперативникам Ему грозит до двух лет заключения Сейчас он находится под подпиской о невыезде Незваных гостей пригласили на выход В тепличном комплексе Денского района трудились 56 нелегалов Выяснилось это по итогам проверки Без предупреждения в теплицу заглянули сотрудники управления По вопросам миграции краевого главка Вместе с представителями казачества Оказалось, не напрасно Нарушители миграционного законодательства Приехали из стран ближнего зарубежья Патентов на работу нет Всех задержали и доставили в отдел полиции Составили 91 протокол По решению Денского районного суда Иностранные граждане заплатят штрафы И будут выдворены за пределы нашей страны Ответит и работодатель В отношении него правоохранители Возбудили административное расследование Краснодарские полицейские задержали пьяного дрифтера Вот так 3 апреля вечером он наворачивал круги На своей легковушке по парковке Крупного торгово-развлекательного комплекса На улице Новороссийской По результатам проведенного медицинского освидетельствования В крови задержанного было обнаружено 0,4 промилле алкоголя Его автомобиль был задержан и помещен На специализированную стоянку Необходимо отметить, что в 2016 году Задержанный 28-летний житель Хутора Ленина Уже привлекался к административной ответственности За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения И по решению суда был лишен права управления Транспортными средствами на срок полтора года Соответственно, любитель экстрима Не имел права садиться за руль Потерпеть ему оставалось недолго До 28 апреля Теперь у станичника появилась перспектива Стать фигурантом уголовного дела По статье «Повторное управление транспортным средством» В состоянии опьянения Минимальное наказание по ней – 200-300 тысяч рублей штрафа Максимальное – до двух лет лишения свободы В результате ДТП под Краснодаром пострадал ребенок Случилось это 4 апреля примерно в 10 утра на трассе М4 Дон По информации городской госавтоинспекции Ниссан двигался со стороны поселка Лорис В сторону Знаменского Автомобиль зацепил обочину и врезался в дорожное ограждение За рулем находилась женщина Она ехала вместе с маленькой дочкой Четырехлетней девочке потребовалась госпитализация В обстоятельствах аварии разбираются эксперты Жесткое ДТП с участием сразу нескольких автомобилей В Сочи обернулась трагедией Которая унесла две жизни Авария произошла 4 апреля в 20 минут 8 вечера Местом ЧП стал участок трассы Перед первым тоннелем Совмещенной дороги Адлер-Альпика-сервис По предварительным данным Первыми столкнулись Киа и Газель Еще один микроавтобус притормозил рядом Ехавшая следом Нива начала также сбавлять скорость Водитель Мерседеса не успел отреагировать И протаранил отечественный автомобиль Одна из машин от удара загорелась Здесь вот машина горит Там человек пытается потушить Нива здесь не буду показывать Труп К месту происшествия прибыли медики, полицейские И дежурная смена спасотряда Сотрудники ДПС организовали объезд В деформированном автомобиле зажало людей Потребовалась деблокировка Два пассажира Нивы погибли на месте Водитель и еще один пассажир с травмами госпитализированы В случившемся разбирается следственно-оперативная группа В этот же день еще четыре человека Пострадали в крупной аварии По дороге на Красную Поляну в Сочи Автоинспекторы пришли к выводу Что устроила ее девушка на машине каршеринга 24-летняя автоледи за рулем Равон съехала на обочину И врезалась в отбойник И на марку занесло И на встречной она лоб в лоб Столкнулась с Субару под управлением 42-летней женщины Пострадали обе дамы и их пассажиры Все участники ДТП были пристегнуты Благодаря этому им удалось избежать еще более серьезных повреждений Автоинспекторы призывают водителей соблюдать скоростной режим И быть внимательнее Традиционная подборка видео краснодарских аварий Обязательно посмотрите, чтобы не попасть в такие переделки по невнимательности На Красной Пашковской в центре событий оказывается фонарный столб Пешеходу везет, он успевает пройти мимо еще мгновение И в опору впечатывается иномарка Красная длинная, водитель пытается перестроиться Но не учитывает габариты своего автомобиля Северная Ливаневского Автомобилисты игнорируют красный сигнал светофора За невнимательность одного расплачиваются двое Восточно-Кругляковская и Тихорецкая легковушка идет на обгон И покасательный задевает боком грузовик Кадровые перестановки в Краевом управлении Росгвардии На должность руководителя ведомства указом президента страны Назначен Евгений Меркушин Подчиненным его представил командующий Южным округом войск Нацгвардии России Олег Козлов Который побывал в Краснодаре с рабочей поездкой Евгений Меркушин окончил Новосибирское высшее военное командное училище И военную академию в Москве У него много боевых наград До назначения возглавлял отдельную бригаду Краснодарского соединения Росгвардии Это все, о чем мы успели рассказать к этому часу через несколько минут В нашем эфире смотрите информационный выпуск программы «Город сегодня» Я передаю слово коллегам Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин